ну я очень рад вас значит здесь сегодня видеть в том числе много новых лиц так ну и и вот саша которого я уже знаю но который не был на моих вас александр юрьевич вы не были на предыдущих спецкурсах просто потому что были в других университетах да вот значит как и вот александр еще на реальные специалисты этой науки гораздо лучше чем я и как раз одна из мотивации моих для чтения этого спецкурса стояла в том что я прослушал несколько его докладов 3 по крайней мере вначале да вот да и значит решил что здесь есть непосредственное соприкосновение с тем чем мы занимаемся так ну и вот рассказать некий кусок науки которым мы до этого не занимались но который реально очень интересен очень башен значит так я назвал спецкурс там в объявлении по-английски джекобин конжекчур потому что не смог это перевести на русский язык правильно потому что во первых в москве и петербурге это переводится на русский язык по-разному но все равно оба раза неправильно значит это в петербурге называется проблема якобиана а москве проблема логика для не защитную или проблема гекабиане ну и я значит начну с того что просто сформулирую эту проблему так но эта проблема уже в анонсе один раз была сформулирована сейчас формулирую в общем случае так как ее сформулировал киллер значит 39 году вообще это одна из там двух-трех самых старых нерешенных остающихся проблем ну уж в алгебре точно в алгебре алгебраической геометрии ну самая знаменитая проблема в математике это гипотеза риммана да видимо но вот это вот одна из там следующих таких задач она еще называется проблема киллера ну и по формулировке она доступна школьнику там седьмого класса который знаешь такой частный производной многочленов так вот и сформулирована была киллером вот ухо я забыл от то второе второе имя я забыл киллер значит тридцать девятом году вот статья ганс от комона трансформационным целое преобразование кремона и там сформулирована следующая значит проблема вот я просто перепишу так как она там буквально сформулирована русский перевод значит пусть сданы многочлены пусть даны многочлены f1 fn с целыми коэффициентами такие что определитель матрицы якобы этих многочленов этой системы многочленов равен единице так где идет от f обозначает матрицу якобы но не написано якобы его матрица обозначает матрицу якобы дельта f и по д д д д ф и по д x й и й между единиц и ен запятая верно ли что тогда каждый иксы можно выразить как многочлен от f1 fn с целыми коэффициентами ну надо сказать что для 34 до 39 года формировка довольно удивительная правда да так все понимают чем она удивительная да а с целыми коэффициентами так потому что значит как бы мы привыкли думать что они в то время думали на c там ничего подобного так на самом деле эта проблема она эквивалентна для всех областей целости характеристик 0 это называется принцип левшица то есть если эта проблема не решена до сих пор не для одного нетривиального случая но я начну с того что перечислю кое-что из того что известно но в принципе не для одного нетривиального случая она не решена в честность она не решена для кольца многочленов на c от двух переменных в этом случае это проблема эта проблема означает следующее что вот у вас есть два многочлена f и g отсюда значит такие что но вот у вас матрица якоби дф по дигрек дж по дигрек значит матрица якоби так определить ее равен единице это что-то значит да все мы знаем чему равен определить матрица 2 на 2 так с определителем единица тогда отсюда следует что c от f же равно c от x y вот это доказать легко что она в точности эквивалентно в этом случае то есть вот первый случай когда проблема якоби она не решена это случай значит двух переменных над кольцом комплексных чусь так вот эта формулировка но объяснить что такое частные производные по и по x и по y можно там любому школьнику который знает да который знает вообще с такой многочлены от низких переменных да правда так то есть от формировка доступна я не знаю в каком классе в седьмом до раньше вы думаете да они раньше когда когда изучают алгебру вот выражение от двух буковок когда начинают изучать в каком классе но я не знаю в каком классе вы могли бы понять эту формулировку а я помню что я сидел вот мне тоже кажется все таки седьмой класс но так а в чем фокус то определить частную определить то ее можно в тот момент когда определенно все выражение с буковками правда но это другой вопрос к но можно объяснить за там 10 минут до вот но это не значит что можно объяснить школьнику седьмого класса за такое же время значит те попытки решения этой проблемы которые предпринимались так и значит это совершенно не значит хотя объем кар уверен в обратном был это совершенно не значит что проблему это можно решить на уровне вот школьные алгебры хотя покойный шри рама бинкар он учил что но звенит еще который занимался совершением особенностей значит он учил что он написал несколько огромных статей под названием some thoughts on jacobian conjecture так страниц 200 некоторые мысли о проблеме якобиана так называются статьи вот в которых он как раз пропагандирует такую точку зрения что но вот есть там школьная алгебра это вот вычисление с буковками x и y есть университетская алгебра это группы кольца сарик колледж алгебра есть значит алгебра для младших курсов это группы кольца там модули и так далее есть университет алгебра это когмологии спектральные последовательности там и так далее вот так вот что для того чтобы решать проблему и тебя на нужно забыть не только с точки зрения бинкара значит забыть не только не только инверситет алгебра на и колледж алчебра а нужно снова вернуться к ньютону там рисовать многогранники ньютона там общем с буковками считать там картинки рисовать вот значит и только так и можно решить так вот так он по крайней мере говорит и он то же самое говорит кстати про решение особенностей в положительной характеристики что нужно забыть всю университетскую алгебру там будут но он когда этим занимался тоже ему было за 60 лет вот мне как раз александрюч только что рассказал теорию марат харище гизатуллина что этой задачей можно заниматься начиная с 60 лет то есть я уже могу этим заниматься а никто из вас значит спецкурс можете прослушать а заниматься ей начинать не стоит то есть я не рекомендую я просто знаю людей которые этим занимались и который ну вот в молодые годы там потеряли просто несколько лет занимаясь без всякого результата пытаясь решить ее в общем случае то есть это абсолютно безнадежно вот даже в этом случае пытаться ее решить я расскажу что известно и значит сейчас я постараюсь объяснить что на самом деле эта проблема значит так и чем она на самом деле связано вот сегодня я не собирался начинать еще доказывать так особенно я собираюсь следующий раз начать доказывать вот теорему о неявной функции но в алгебраической форме так из которой вытекает масса следствий так это действительно этой проблемы действительно формулировки вот а сегодня я просто собирался порассказывать об общем контексте сказать несколько слов о том что в действительности известно что я вам планирую рассказывать так ну и может быть сделать какие-то несколько элементарных замечаний так ну давайте сейчас я подумаю чего начать да кстати вот пока я не перелистнул страницу как раз вот в примечании к этой проблеме келлер там пишет буквально следующее мешать дифага а не утезу хунг зерцу луны зишанть едок пыхает им и бенан фаль за швили что за ним что мне кажется что вопрос исследование этой проблемы зерцу луны высшей степени оправдан он здесь как это по-русски что это очень очень но очень имеет смысл эту проблему изучить однако уже в случае в плоском случае то есть случае двух переменных она представляется очень трудный так то есть вот и как бы оба его замечания они абсолютно оказались справедливыми потому что вот я говорю что проблема не решена до сих пор это одна из самых старых нерешенных проблем алгебры ну там есть еще нерешенные старые проблемы вычислить абсолютную группу гулаку там и так далее но я даже не знаю с чьими именами они связаны а это вот одна из самых старых таких именных проблем в алгебре вот ну кстати одна из вещей которые вам расскажу с доказательством она цвета несложная что в действительности эту проблему но так вот не эту проблему а вот эту проблему достаточно научиться решать для кубических многочленов для квадратичных многочленов она решена так если я стал решить для кубических многочленов общий случай сводится к случаю кубических многочленов но правда не для двух переменных а для любого числа переменных то есть степень понижается за счет роста числа переменных это вот такая идея алгебраической категории и сейчас я постараюсь объяснить значит что здесь на самом деле происходит так то есть на самом деле здесь речь идет об автоморфизмах автоморфизмах афинного пространства ну который я обозначу как-нибудь так я сейчас напишу какую-нибудь глупость значит но потом постараюсь придать этому какой-нибудь смысл так значит но вот р это коммутативное кольцо с единицей так тогда я вот так вот буду обозначать нмерное афинное пространство надо так ну и более продвинутая часть аудитории сейчас мне объяснит в чем я не прав и что вообще так сказать это такое то есть я когда был вот в возрасте вашем возрасте я вот видел там в книжках по алгебраической геометрии значит запись там ну допустим с буковкой к над полем так и я думал ну вот а чем же это отличается от k в степени n если в конце концов там в какой-то момент над полем говорят что вот элементами являются наборы из n точек вот поля к так чем же это отличается от k в степени но на самом неправильно что то что это не пространство отображение пространство ну да да вообще не поешь такой финны про вот этого просто функтор на самом деле так то есть просто в классических книжках по алгебраической геометрии пользуется тем что функтор теорема ночь сталин зад занимает называется до теорема гильберт о нулях пусть тем что там функторы некоторые определяются своими точками так вот какими-то и и поэтому не уточняют что это на самом деле значит вот мне тоже вот сейчас не хочется сразу уточнять что это значит но я постараюсь придать этому некий точный смысл и дальше следовать этому точному смыслу и начиная со следующей недели вот у нас будет работать семинар для маленьких где мы будем читать книжку книжку мил на basic как она называется кто-то знает как называется новая версия а вот тогда да да какая основная простая простейшие факты из жизни афинных групповых схем тогда можно перевести на русский да вот и где как раз мы будем этот смысл обсуждать в точности сейчас я просто сделаю некий перевод скажу что на самом деле мы будем изучать так то есть я не хочу сразу уточнять тот смысл в котором я буду трактовать алгебраическую геометрию в действительности я хочу сейчас сказать что это эквивалент на какой-то алгебраической задачи именно чтобы не обсуждать геометрические аспекты чтобы не обсуждать того чем вот это вот отличается от вот этого так то есть на самом деле все таки вот это это скорее это скорее это скорее вот это ну где это конечно определенно z вот значит ну морально морально да нужно понимать это так что мы рассматриваем вот rn но мы рассматриваем rn не так как мы обычно рассматриваем rn обычно кого пишем rn мы имеем ввиду что это модуль r модуль так а мы рассматриваем rn как множество с некоторой другой структурой так вот эту структуру как раз мне не хочется уточнить значит но вот алгебраической геометрии как и везде основное это не множество а то как выглядят какую структуру сохраняют морфизма рассматриваем так вот мы будем рассматривать значит отображение из рн в рн которые задаются многочленами то есть элемент рн мы себя будем мыслить как но давайте я напишу c1 cn точку отсюда так мы будем рассматривать отображение так и тут я должен принимать волевое решение значит я привык писать многочлен этого все остальное маленькими буквами во всех но в большинстве книжек вот полиномиальное отображение пишутся большими буквами ровно для того чтобы отличие чтобы писать там скажем x это x 1 x n где это переменные так а вот x 1 x n маленькая это точка афинного пространства так и вот это я должен предпринять решение писать разные буковки или писать большие и маленькие я за маленькие буквы что поет большой и не пойму переменная за разные маленькие буквы я тоже за разные маленькие буквы да тогда мысов куда значит но отображение полиномиальное может как большие буквы но тогда будем писать маленькие буквы f 1 f n и здесь будем писать маленькие буквы x 1 x n вот значит так вот рассматриваются отображение которые задаются многочленами то есть на все так на значит то есть мы должны этой точке сопоставить точку здесь . здесь это снова n элементов а я думаю что то меня укатил значит n элементов n к элементов кольца и то есть что то такое f 1 от c 1 и так далее c н и так далее f n от c 1 c n так где это все для произвольное коммутивное кольцо с единицей коммутативно с 1 не то что рассматриваем отображение которые задаются набору на гощина рассматриваем сами набором они могут задавать одно отображение ну подождите подождите пока ни одной не сформулировал теорему значит вы хотите сказать что я должен писать здесь f с волной и мы не обязательно поделиться но я вам это рассказывал в общем курсе мы не я лишь ничего пока еще не сформулировал это тогда я просто какой-то момент вам скажу что r в действительности является непроизвольным коммутивным кольцом а является областью целости характеристике 0 до удивительно правда да вот и тогда это будет верно тогда и только тогда когда это верно для комплексных чисел все что мы будем говорить так что на самом деле нужно работать над произвольным кольцом а кто работает над комплексными числами просто лениться потому что вот есть такой мета математический принцип который я только что сформулировал не сформулировал упомянул принцип левшица который говорит что все что можно доказать для комплексных чисел каким-то способом используя там любой анализ там и так далее можно доказать для любой области целости характеристике 0 используя только алгебру но это будет гораздо длиннее ну все нужно понимать в каком смысле все все что относится к конечному числу геометрических объектов это нужно уточнять вот то есть понятно что не все совсем уж так но очень много значит где f1 fn это многочлены многочлены от n переменных над кольцом и вот и так нам шина справедливо алексей заметил что если мы рассмотрим набор этих многочленов так то тогда вот это отображение конечно не является инъективным так вот мы берем набор многочленов и сопоставляем ну или энку многочленов упорядочен список вот сопоставляем ему то что называется полиномиальной функции полиномиальное отображение извините полиномиальное отображение вот но в дальнейшем в тех ситуациях когда которым я буду реально интересоваться это это сопоставление будет инъективным если r область целостности область целостности характеристики 0 ну на самом деле вообще любая бесконечная область целостности но я вам скажу через несколько минут что области целости положительные характеристики нас не будут интересовать так потому что для положительные характеристики производные вообще ничего не говорят о характере отображения так значит то есть имеет смысл говорить все таки так как киллер нас спрашивал самого начала на чем-то характеристики 0 вот удивительно z характеристики 0 в данном контексте вот когда вы придете на семинар для взрослых вы узнаете что на самом деле это не так все таки у z есть разные таскать разные лица и в некотором смысле z z все характеристики так если там какие-то другие вопросы задавать то там у z все характеристики но с точки зрения того что мы будем рассматривать здесь характеристика z равна нулю вот так вот если r область целостности характеристики 0 то тогда конечно как мы знаем из общего курса два списка многочленов равны тогда и тогда когда равны соответствующим полиномиальное отображение так вот и поэтому я в дальнейшем начиная с какого-то места перестану писать с волной сейчас будет еще более существенное расхождение чем чем кстати чем тут это будет расхождение в том в какую сторону они компонуются что композиции композиции многочленов отвечает композиции полиномиальных отображений все-таки в обратную сторону так то есть от соответствия контр-вариантно так совершенно верно да совершенно верно вот ну вот и так значит мы рассматриваем вот полиномиальное отображение полиномиальное отображение ну и вот такие отображения может если считать там р.н. ну я не знаю придать ему структуру афинной схемы сейчас расскажу какие-то слова но вы их можете там забыть через через несколько минут просто я вам объясню что мы на самом деле будем рассматривать так вот если придать р.н. структуру афинной схемы ну или в случае когда р равно к афинного многообразия это то же самое что сказать что мы рассматриваем ровно такие отображения только такие отображения только полиномиальное отображение так то есть вот эта структура это есть то что сохраняется такими отображения так то есть вот мы будем изучать полиномиальное отображение из р.н. в.р.н. ну на самом деле мы могли бы изучать полиномиальное отображение из р.н. в.р.м. может я скажу об этом пару слов то есть просто считать что количество многочленов и значит количество переменных разные два числа так но это заметно сложнее так там такую красивую гипотезу не сформулируешь сразу но вот поэтому мы начнем с просто со случая с такого так вот ну с точки зрения алгебраической геометрии полиномиальное отображение называются регулярными то есть вот мы ну или просто морфизмами вот то есть они задаются просто наборами многочленов вот такими наборами многочленов н многочленов а там переменных так но на самом деле вот для как бы чуть более продвинутой части аудитории то есть она более продвинутой части аудитории разумеется знает что р.н. ну или так р.н. это что такое это даже не макс то есть я уже даже не знаю что написать да кстати раньше конечно нельзя в общем р.н. морально ну вернее так а р.н. морально я хочу это понимать как спектр вот я ровно хочу сейчас это сказать то я ровно хочу это сказать вот значит так вот для того чтобы не объяснять того какая на какой на самом деле обвожусь структуру что это на самом деле значит мы его рассматриваем на спектром р.н. р.н. вот ровно это я не хочу говорить что это все нужно еще на какой-то базой рассматривать там и так далее вот значит то есть вот чем отличается вот это от вот этого ну давайте еще какую формулу напишем чтобы таскать значит на самом деле вот а.н.р. это там хум значит z алгебры то есть кольца значит из там z x 1 x n вы так а ну да а а а р.н. это хум из r x 1 x n вот как то вот так вот вот значит но вот ровно вот это я не хочу всему этому придавать смысл сразу потому что ну для этого нужно говорить очень много слов сразу это базовые вещи для алгебраической геометрии но их нужно рассказывать и этого делать не хочу сейчас то есть вот это вот как раз те кто буду ходить на семинар для начинающих так постепенно занятия за два за три это узнают наверное правда да а мы с первой главы правда андрей да из первой главы книжки мил надо вот значит ну или по крайней мере разбирают а первую главу они значит вынуждены будут это вспомнить вот так вот значит это просто некие такие наводящие слова а смысл того что я хотел сказать состоит в том что вот вместо того чтобы рассматривать отображение из р.н. в.р.н. регулярный мы будем рассматривать автоморфизма эндоморфизма кольца многочленов в себе то есть мы будем понимать что вот это р.н. так которые мы понимаем как ну например что не в таком духе так соответствует в каком-то смысле а просто отображением r от x 1 x n в себе вот но при этом соответствие это контравариантно то есть это значит что когда мы рассматриваем композицию таких отображений так то в действительности по отношению к композиции этих отображений как эндоморфизмов кольца многочленов себя она устроена контравариантно вот давайте увидим что это f в действительности задает давайте вместо там шуев со звездочкой что-то f задает отображение из r x 1 x n в себе значит это отображение при котором x и перейдет в f и так вот ну то есть иными словами это значит что любой многочлен перейдет в многочлен g от f 1 f n ну то есть же кружочек f кружочек же так ну понятно что кольцо многочленов она является свободной ассоциативной коммутативной r алгебры вот с таким базисом то есть это значит это я вам так но не всем но тем кто слушал мой курс рассказывал на первом курсе назывался универсальные свойства кольца многочленов да что чем определяются гоморфизмы из а как гоморфизм эвалюации дает называл а я хочу сказать что независимые переменные могут отобразиться куда угодно и это единственным образом продолжается до гоморфизма кольца многочленов вот в коммутативную ир алгебра нет на первым могло быть и там и там но нынешнему первому курсу это рассказывал просто чуть не в первом семестре вам может быть на вторую на во втором семестре вот значит понятно да вот это вот будет таким образом эндоморфизм эндоморфизм кольца многочленов да да эндоморфизм эралгебра вот значит и но вот легко видеть что действительно компонуются они в другую сторону ну давайте я проведу это вычисление давайте я проведу это вычисление подставлю в начале одну систему многочленов а потом другую и посмотрим что получится так значит где-то я это честно засуги посчитал чтобы убедиться что этого происходит в обратную сторону так и так пусть у нас есть значит две системы многочленов одна и вторая одна и вторая значит f это и g это это многочлены а там перемены так ну и тогда значит чему равна композиция f и g ну понятно вот она равна вот чему мы подставляем в g вместо x1 xn подставляем f1 fn вот и и и мы значит договорились мы хотим проверить что они компонуются как отображение афинного пространства и как и как эндоморфизма кольца многочленов компонуются в разные стороны в разном порядке так ну вот куда отображает же кружочек f куда отображает со звездочкой куда отображает аж какой-то многочлен так отображает вот куда аж от же один f1 fn как ну вот у нас написано звездочка это отображение f звездочка g равно же кружочек в чем она отличается от большого в большое это отображение соответствующие афинного пространства отличается тем что что f кружочек g со звездочкой равно f со звездочкой кружочек g за садёжка кружечка садёжка вот такой у вас устроит вот я ровно хочу это проверить потом сказать что я в действительности буду смотреть на это и забуду не только волну но и звездочку буду смотреть на вот значит gm от f1 fn так теперь чему это равно ну ну значит понятно что по определению вот g со звездочкой g большого со звездочкой мы можем вынести сюда же со звездочкой и написать что это равно же со звездочкой от h так от f1 ну а это есть f со звездочкой а g со звездочкой от h понятно да так значит то есть ну а это есть по определению f со звездочкой кружочек для со звездочкой кружочкой f со звездочкой так то есть вот мы доказали эту формулу которую я заявил что вот это вот в действительности есть композиция в обратном порядке полиномиальные отображения они компонуются так как написано а соответствующие эндоморфизмы кольца компонуются в другую сторону вот грубо говоря сейчас объяснил ну не определяешь такое афинное пространство что эндоморфизмы афинного пространства это тоже самое что эндоморфизмы р от x1 xn но только компонуются они в другую сторону с противоположной композиции ну и поэтому вместо того чтобы говорить о том о чем мы говорили мы будем говорить про эндоморфизмы над r в категории эралгебра кольца многочин ну я напишу эралгебра в принципе берется консервариантность да у нас есть отображение производим морфизм на газе и савелька на уровне алгебра то есть когда поставляем отличие получается тоже низко отель в катекс ну да 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 если конечно 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 если просто есть морфизм афинных многообразий то ему соответствует морфизм значит соответствующих алгебр ну многообразий ну хорошо многообразий значит к это поле а неважно морфизм в обратную сторону ну и это в действительности для афинных многообразий будет двойственность каких-то категорий категории там многообразие с категорией там афинных алгебра над к если это поле то есть конечно порожденных приведенных если эта схема это просто морфизм категории афинных схем с категорией коммунитивных колец и так далее то есть вот я ровно об этом сейчас не хочу говорить то есть подробно можно что там это было просто мотивировка только непрерывными отображениями непрерывными функциями на политических пространствах например совершенно верно да это это очень хороший пример потому что вот если x и y топологические пространства то можно рассматривать на них кольца непрерывных функций которые вот так обозначаются да ну и действительно любого непрерывного отображения так ну чтобы это сделать точный теоремы говорить что они хаусдорфа в этом еще какие-нибудь там массу нужны условия киха ну чтоб сформулировать какую теорему типа там теоремы гельфанда калмогорова нужно таскать там кучу кучу условий накладывать хаусдорфа вы что там еще компакт значит да то есть это просто объяснение того почему та задача которую я вам пытаюсь рассказать в действительности сводится к такой сводится с точного что компонуется в обратную сторону и все то есть вот мы хотим понять как устроено вот это вот это как устроен этот мануид так но мануид это что-то такое вообще непостижимое разумом пусть так такой сверх вопрос сверх вопрос как устроен мануид эндоморфизмом так но это что-то такое невероятное это что-то настолько огромное что как бы мы плохо понимаем что это такое так значит но так давайте посмотрим на часть этого дела для начала гораздо лучше чем мануиды как нам кажется мы понимаем что такое группы так вот давайте для начала хотя бы постараемся понять а как устроена группа обратимых элементов этого мануида да 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 так я это только что сказал эндоморфизма в точности соответствует я говорю структуру мануида мы даже не понимаем структуру близко не понимая структуру группа да у нас есть полное описание того да что вот это вот в точности соответствует это только что было сказано в точности соответствует набором из n многочленов от n переменных вот таким вот образом как здесь описано то есть значит каждый многочлен переходит вот такую композицию так но так он устроен внутри себя это мы не понимаем вот а значит что мы хотим понять в качестве части этого сверх вопроса значит под сверх вопрос хотя бы как устроены автоморфизм так что такое автоморфизм значит но понятно что автоморфизм в какой-то категории да это эндоморфизм так такой что обратный к нему снова является морфизмом в той же категории ну да 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 но я к тому что вот мы можем рассматривать как бы в разных смыслах это то есть мы значит интересуемся такой ситуации мы интересуемся такой ситуации когда вот у нас один набор многочленов другой набор многочленов а соответствующие им эндоморфизма кольца многочленов взаимно обратно ну и вообще как характеризуется что достаточно для того чтобы сказать что какой-то набор многочленов задает автоморфизм так вот уже значит более конкретный вопрос такой такой более конкретный вопрос такой значит вопрос когда вот ф давно ф 1 ф н где ф и ты принадлежат р от x 1 x н задает автоморфизм р от x 1 x пока все еще ничего пока я определению даю пока все еще ничего так что это значит но это значит по определению следующее вообще что значит что там какой-то элемент моноида обратим ну значит он обратим слева и справа ну и тогда обратный лево и право если они оба существуют они впадают это тоже первый там первые лекции первого семестра так значит но здесь мы хотим чтобы обратный тоже было задавал стать таким же образом так это значит что должен считать такой же второй второй набор многочленов где же это и тоже многочлены из р от x 1 и x n так что значит f что композиция g и f и композиция f и g извините f и g они должны бы быть обе равны так чему тождественному тождественному ну что еще тождественному в данном случае должны быть равны x где x это x 1 и x n так то есть это значит вот что например здесь написано здесь написано что f 1 от g 1 g n f и т равно x и т а что эти как теоретической механики обозначение для тождественного морфизма да да вот вот это ровно та причина по которой я не понимал лекции по математическому анализу не когда потому что они пишут функция f от x а потом я понял что они x под x они понимают тождественное отображение вещественных чисел то есть математическом анализе ровно ну и поэтому это то есть они просто а композиция f и x до x это тождественное отображение что наверное да то есть когда ты они пишут функция f от x то для математика это никакого смысла просто не может иметь в принципе так есть не объяснить что такое x и но x не может быть вещественным числом потому что тогда это не функция то есть константа только да они там рассуждают они говорят функция там синус x так но ясно что это никакого смысла вообще просто не имеет правда да ну не имеет того смысла которые они обычно этому придают если не считать то есть вот там все становится правильным я считаю что x равно значит что x это тождественное отображение r на себе так значит но тогда там они потом рядом пишут функции от 2x там или что нить еще там до функция f от y то есть там много нужно очень таких вот вводить соглашение чтобы придать смысл тому что пишется в учебниках математического анализа значит ну вот а а здесь вот это f соответствующие ему отображение кольца многочленов себя будет обратимым вот ровно в этом случае когда значит существует другой набор многочленов такой что при при подстановке в одну и другую сторону мы получаем тождественное отображение то есть отображение эндоморфизм который переводит x это и x это вот и как раз совершенно понятно это называется так ну опять я я не знаю как это называется в курсе мотоанализа значит да совершенно понятно что какое необходимое условие для этого дела для того чтобы значит какое необходимое условие для обратимости ну вот я перестал значит давайте я перестану писать звездочку так я буду значит просто писать f так считать что эндоморфизм к r от x1 xn значит в себя задается задается вот набором списком f1 fn так ну и при этом x это и переходит в f это так вот какое необходимое условие для того чтобы это было обратимым но это необходимое условие оно легко находится при помощи того что я не могу произвести по-русски то как это называется по-русски значит но по-английски это называется chain rule по-немецки называется kettner hegel но в курсе математического анализа это называется сложная функция теорема о дифференцировании дифференцирование сложной функции да но андрей понимает почему это не могу произнести да по-моему люди называются производные композиции правильно по-французски так и называется да конечно называется формула дифференцирования композиции вот значит что в чем состоит очевидное необходимое условие вот оно состоит в том что линейная часть линейная часть этого отображения должна быть обратимой так то есть если уж у нас если у нас там не все переменные x это и присутствуют в первой степени если не все можно восстановить то уж никак это не может быть обратимым так вот линейная часть она как раз ровно определяется якобианом так значит но давайте вот рассмотрим напомним чему равны как определяются частные производные значит д по д x это ну или д и то я не знаю что вам больше нравится какую какая запись а вот так короче а так более так значит это дифференцирование по этой переменной так это не эдоморфизма дифференцирование другой тип отображения сейчас звучит другое ключевое слово для всего этого курса так то есть на самом деле огромную роль в том чем мы будем заниматься как раз будет играть дифференцирование с какими-то свойствами так вот и простейшие дифференцирование дифференцирование которые отображают ману мы так вот давайте значит обозначим через и мульти индекс и один и м так и через так но раз нас все большое слева то через x большой степени и большой обозначим x1 степени и один xm степени и н как так так вот отобразим это вот куда так и мне не нравится здесь буква и давайте чтоб не было и и с номером и давайте мы как это обозначим положим h так значит то тогда это перейдет в и с номером h x1 и 1 а x h с номером и h минус единица xn степени и n то есть обычное дифференцирование значит по аж той переменной так ну и продолжается по линейности продолжается на на вера ткс один xn по r линейности так их степени и задают базис кольца многочленов как r модуля ману мы стандартные нормализованы так ну и на них дифференцирование определяется таким образом так и продолжается по р линейности дифференцирование безусловно так вы хотите что искал что такое дифференцирование кольца является дифференцирование не смущает дифференцирование это значит есть где с это ира алгебра так это отображение из s в с которые во первых р линейно то есть сумму переводит в сумму произведение на скаляр скаляр выносится так но то же самое что сказать что скаляра являются константами силу второго условия то же самое что сказать что скаляра являются константами то есть при дифференцирование дают 0 и второе это то что она удовлетворяет как это называется формуле лениса д от fg равно dfg плюс f даже алексей вы этого добивались от меня до теперь хотите сказать чтоб я сказал что это действительно будет что это будет примером дифференцирования в этом смысле вообще дифференцирование называется буквально вот это и больше ничего и кто читал он на латыни написано правда кто читал за счет в первую статью лениса про дифференциальные интегральные исчисления дифференциальные часы лениса именно где он определяет производные любого порядка там первого порядка производная определен фирма а любого порядка ленис и он определяет ровно так он на первой странице пишет 5 аксиум так вот просто на первой странице 5 аксиум 5 аксиума непрерывность что когда мы имеем ряд то он пускать точечки тоже можно дифференцировать ну извините откройте ленис и посмотрите так значит но пишет вот эти три аксиумы что там еще какую четвертую и но у него ряд степенной ряд он дифференцирует степенной ряд но у него не функцию дифференцирует а степенной ряд так что него все правильно и вот так что вот эта формула действительно на первой странице там первые работы лениса по дифференциальным исчислению есть поэтому она называется формуле лениса вот да это значит производные так ну и как я вам уже рассказал из этих производных значит можно составить матрицу так то есть когда у вас есть вот такая такая такой список многочленов то тогда можно составить из этих многочленов из их производных частных матрицу вот которая называется якобиевой матрицей так значит йод от f это матрица у которой в позиции йод стоит производная этого многочлена по йодой переменной так вот тогда очевидное необходимое условие того чтобы вот этот набор этот список многочленов задавал обратимое отображение состоит в том что эта матрица должна быть обратимой почему так значит очевидное необходимое условие обратимости f состоит в том в обратимости обратимости значит матрица якоби так но матрица якоби чем она является очевидно что она является матрица и размера n на n с коэффициентами снова в этом кольце многочленов как называются обратимые элементы кольца многочленов так вот это полная линейная группа вот нас матрицы матрица степени степени n на r так и тогда множество обратимых матриц оно обозначается так g l nr называется полной линейной группы степени n на d так но что такое вообще обратимые элементы любого кольца но в данном случае это такие матрицы для которых существует матрица n y в том же кольце что x y равно е равно y x то есть двусторонне обратимы так ну и почему же вот необходимое условие состоит в этом а вот это вот то что называется чейн ру кэтан ригель значит ну потому что когда вы посмотрите вот на эти формулы так то вы увидите что так ну что мы хотим продифференцировать вот это вот по мы хотим продифференцировать f и t от g1 g n по d по x y так ну и все кто учился на таком в третьем семестре правда да помнят чему это равно правда так кто учился в третьем семестре значит что 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 это 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 с другой стороны а значит d d d g ht по d xy так а здесь значит d f d f и т по d по d x h тому от g1 gm сумма по h это единица да правильно да вот это вот то что называется по-английски chain rule я могу собственно сказать почему я не могу вот как раз андрей вы поймете почему я не могу сказать формулу дифференцирование сложной функции потому что я знаю откуда это произошло выражение это кстати ну кстати да раз я об этом упомянул то сейчас я всю эту разорву разовью львовскую тему это связано с значит с тем что во львове перед войной было там ну вот самое замечательное ну в польше было две математические школы основных в варшаве и во львове вот но потом львовская переехала во вруслав вот и но частности в любого львове жил банах сейчас сформулирую себе проблем или тебя на там задачку которую они записали в своей этой шкотской книжке так жил банах которые там подрабатывая разными способами на жизнь в частности писал учебники математического анализа но и он написал учебник математического анализа на пульском естественно вот где есть формула значит дифференцирование функции зло же он так значит ну а после войны там помог все очень вам году он этот учебник был переведен на украинский где значит возникло выражение функция зло жена так ну отсюда пошло сложная функция но значит одно но дело в том что по-польски зло жена функция зло жена это значит заложение это не сложение и не как сосуды что не связано это связано с композицией заложение функций это композиция функций так и вы знаете почему составная составная что наверное то есть тогда нужно говорить не сложная составная что наверное ровно так вот потому что сложение это будет знаете да Андрей додавание да вот то есть тем самым это ну вот просто результат то что называется мистер слышен атака клоунов типично так то есть вот и так закрепилась ну а теперь трудно то есть нет конечно всегда там в старых и абсолютно как и называлась в учебниках 19 века в русских называлась конечно значит называлась цепным правилом или формула дифференцирования композиций и по-французски из значит пояснялась такая композиция там переписывать французскими буковки вот значит но в любом случае вот что здесь написано здесь написано произведение строчки так якобиевые матрицы ну в которую подставлено вместо иксов же на столбец то есть значит эта формула в точности означает следующее что якобиан произведение так только я написал произведение чего я написал произведение в кружочек же кружочек равен якобиану с подставленным же умножить на якобиан же правда так вот значит цепное правило значит ровно вот это правда вот а теперь значит мы предполагаем что наша функция обратима ну так это в точности означает что слева стоит единичная матрица так в точности значит что слева стоит единичная матрица так то есть это значит что если же кружочек равно x то якобиан от с подставленным же умножить на это точечка не кружочек умножить на якобиан же равно единичной матрицы то есть это значит что якобиан должен быть обратим так но это понятно что значит это значит что когда вы вот делаете эту подстановку вашу то у вас по крайней мере вы должны суметь вернуть переменные в первой степени линейными заменами переменных сами переменные на свои места и если вы это не можете сделать то у вас какая-то переменная пропадет или они как уже вообще не установить так вот вот это даст а это необходимые условия это необходимые условия но понятно что у нас кольцо коммутативно над коммутативным кольцом матрица обратима так тогда и только тогда тогда и определитель обратим значит это будут матрицы из МНР для которых определитель же обратим так 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 вот это условие означает следующее обратимость якобиана означает матрица якобиана означает что что определитель этой матрицы является обратимым то есть матрица то есть принадлежит GLN R от X1 XN в том и только том случае когда определитель этой матрицы раз наше кольцо коммутативно принадлежит R от X1 XN со звездочкой так а много у нас обратимых многочленов а а так я я слушаю внимательно у нас область целостности характеристики нет неважно вот тут ради предлагаю сказать что М утопический на варианте что что это как раз и есть группа точек жм мультивная группа да да вот ну так вот если R приведенное если кольцо R приведенное то тогда это равно R со звездочкой то есть если кольцо приведенное так это упражнение значит а приведенное кольцо это кольцо без нетривиальных нетривиальных нельпатентов то есть если X и Z таково что для какого-то натурального N X в степени M равно 0 отсюда следует что X равно 0 вот для таких колец никаких обратимых многочленов кроме обратимых констант нету так и вот мы пришли к тому условию которое фигурирует в проблеме Якобиана так что необходимое условие для обратимости состоит в том чтобы для приведенных колец чтобы определитель был обратим был обратимой константы так и проблема Якобиана утверждает что для ну например для поликомплексных чисел а вообще для области целостности гипотеза Якобиана утверждает что для области целостности практически 0 верно и обратно так то есть вот значит сейчас мы поняли уже до конца откуда она взялась и значит потому что заведомо это условие должно быть выполнено условие что значит определитель Якоби якобиан должен быть обратим заведомо должно быть выполнено иначе без шансов что оно выполнено мы проверили используя правила дифференцирования композиции так значит ну вот гипотеза состоит в том что если что это тогда и только тогда так вот значит еще раз гипотеза Якобиана считается f где f и т из r от x1 xn где r это область целостности Характеристики 0 обратим в том и только том случае, когда определитель матрицы Якоби обратим. Так, ну давайте я просто сделаю несколько замечаний по поводу того, что этот факт относится именно к многочленам и именно в характеристике 0. Что вообще говоря, вот подобное утверждение во всех остальных ситуациях неверно. То есть неверно ни в аналитической ситуации, безнадежно, так ни для вещественных чисел, если неправильно спрашивать. Если спрашивать не в терминах обратимости, а в терминах не обращения в 0. Ну потому что для вещественных чисел есть какой-то там многочлен, который 0 не представляет, хотя до обратимости ему очень далеко. Так, то есть вначале задают глупый вопрос, а потом удивляются, почему, так сказать, ответ на него отрицательный. Вот, значит, то есть нужно правильно спрашивать. Тогда будет ответ такой же, как для комплекса чисел. Более того, я вам докажу в следующий раз, вот в тот момент, когда мы... А что, вы построите примеры так, чтобы полюбоваться? Да! Чего уж! А, легко! Какие вам примеры, для конечного поля, для вещественного или для комплексного аналитические функции? Так, значит, эта гипотеза неверна во всех остальных ситуациях. Так, значит, ну чего там? С чего начнем? С характеристики P. Характеристика P больше 0. Так, ну она тогда уже неверна для n равного 1. Так, взяли многочлен F из k от x, равный x минус x в степени P. Якобиан равен 1. Ну, потому что Якобиан это просто производная по иксу. Так, понятно, производная по иксу это 1 минус P на x в степени P минус 1. Но P как бы равно 0, поэтому производная просто равна 1. Так, ну, как мы с вами выяснили. Так, ну трудно ожидать, что k от x, x минус P, равной k от x. Трудно ожидать, правда, да? Если вы это ожидаете, то вы ожидаете то, что отображение из k в k, которое переводит c в c минус c в степени P, инъективно. Так. Потому что вот это равенство в точности эквивалентно тому, что инитивности такого отображения. Ну, я думаю, что в поле 0 не равен 1. И поэтому, значит, для такого отображения, значит, ну давайте я его той же буквой обозначу. Я могу считать, что поле бесконечное обозначать той же буквой. Так, значит, ну да, f от 0 равно f от 1 равно 0. Что там? Вот. Как бы трудно ожидать объективность, правда, да? Вот. Это значит, что вот эта гипотеза для поля положительной характеристики заведомо не верна. Так? Ну, на самом деле, конечно, мы знаем, как ее исправить, чтобы она была верна. А? Расскажите. Ну, расскажу, но не сейчас. Ответ... Конечно, расскажу, да. Это ответ Нусиайнона. Нужно рассматривать под кольцо порожденное не только f этом, но и по этими степенями неизвестных. Ну, для этого нужно определять, на самом деле, вводить настоящую теорию дифференциалов. Так, я просто сегодня это не успею рассказать, но я это расскажу, конечно. То есть, это автоматизмы не кольца на гащину, а кольца на гащину? Ну, да. Нужно правильно сказать, что нужно правильно требовать. Значит, это связано с тем, что в этом случае у Афинной прямой есть нестандартные формы, там, вот такого типа вещи, положительные характеристики. Правда, да, Саша? Нет. Так. Ну, есть ответ. Есть полная ответ. Так. Есть правильная формулировка гипотезы. Правильная формулировка. Так, это Нусиайнон, как-то вот так, по-моему, товарищи зовут. Вот. Ну, значит, дальше, там, для других полей, ну, для полей, не являющихся алгебраически замкнутыми, обратимость полиномиального отображения никак не связана с его обратимостью как отображение. Это второй пример. И в характеристике ноль связано? Что? И в характеристике ноль связано? Да. Да. Алгебраически замкнутых оно будет, да, для алгебраически замкнутого поля полиномиальное отображение тогда и только тогда обратимо как полиномиальное отображение, когда оно объективно. В действительности для алгебраически замкнутого поля выполняется принцип Дерихле. Значит, что оно объективно, тогда и только так оно объективно. Вы будете смеяться, но для алгебраически замкнутого поля это так, а вот для вещественного поля это не так. То есть, если я вам сейчас приведу пример конечного поля, вы не удивитесь, да, а для вещественного поля это не так. Ну чего там? Вот посмотрите, посмотрите на отображение из R в R, которое C переводят в C куб. Так, ну это отображение, оно, конечно, обратимо, но, значит, с якобианом у него что-то еще все-таки не совсем так, потому что якобиан обращается в ноль в каких-то точках. Вот, оно объективно, оно полиномиально, так, но все знают, что обратное к нему трудно выразить многочленом. Обратимо, то есть объективно, значит, полиномиально, то есть просто есть такое настоящее честное обратное отображение, но оно не является многочленом. Так, отлично, да, но вроде гипотезы пока не противоречат в том виде, как, почему, потому что, ну да, потому что якобиан тут в каких-то точках в ноль обращается. Ну, это ничего, мы сейчас построим, значит, отображение, которое, у которого якобиан еще ни в одной точке в ноль не обратится. Значит, это первый пример, а второй пример такой, C отобразим C плюс C куб. Так, ну, посчитайте производную, там, чему равна производная этого отображения? Значит, 1 плюс 3C квадрат, правда, да? Так, ну, посмотрите, это вроде так всегда больше, либо равно единиц. То есть заведомо не обращается в ноль. Так, значит, не равно нулю. Вот, ну и вот вам контрпример к такому наивному обобщению гипотезы якобиана, к наивной формулировке, что, значит, вот там в ноль не обращается, ну, значит, там что-то отображение полиномиально. Ну, вот ерунда полная, да? Так, оно монотонно. Раз оно монотонно, то, конечно, оно объективно. Но, как бы, не верим мы, что у него есть полиномиальный обратный. Понятно, да? Вот, а что для конечного поля я такой пример приведу, это... А, это вам упражнение. Упражнение. Привести такой пример для конечного поля. Какой пример? А пример того, что отображение объективно, а не является полиномиально обратимым. Да, привести для... Пример для конечного поля, да? По принципу деликлее, если мы возьмем цепь в кубе для количественных числах, может, селиктивно, но они не... Еще раз. Ну, вот, это отражает цепь в кубе, это на количественных числах. Да. Да, но у него якобиан обращается в ноль в какой-то точке. И селиктивности вытекает анективность при условии Келлера, при том, что якобиан не обращается в ноль. Вот. Ну, а теперь давайте я вам приведу пример, контакт пример для комплексных чисел, чего уж так сказать. Так, но не до конца честный. Так, здесь-то честные примеры абсолютно. Здесь все многочленные, правда, да? Так, но на самом деле настоящий, конечно, контрпример я вам не приведу, потому что он слишком сложный. Я вам приведу простенький контрпример. Значит, третий контрпример для С. Так, ну чего там? Отобразим С квадрат в С квадрат. Отобразим следующим образом. Вот у нас x, y переходит в e в степени x, e в степени минус x, y. Но посчитаем тогда якобиан этого отображения. Так, e в степени x, 0, минус e в степени минус x, y, e в степени минус x, минус. Чего? Правильно, да? Нет, неправильно. Плюс. Вот, определитель равен единице. Отлично, определитель равен единице. Так, но вот это отображение, оно заведомо не является ни инъективным, ни сюръективным. Так, обратите внимание, кстати, что это с целой функцией, что они заданы на всей плоскости. Одной формулы. Вот, сходящей рядом, которая всюду сходится. Вот, но посмотрите, значит, Ну, во-первых, у вас слой отображения идет через, значит, 2π, что там? 2π и z. То есть, если вы замените пару, ну, f от x, y равняется f от x плюс 2π и n, y, да, где n целое число. Согласны вы, да? Так, это раз. Ну, а второе, конечно, второе, конечно, это никогда не равно нулю. Так, то есть, вот у вас образ будет такой. У вас образ будет плоскость, из которой вы убрали вещественную. Тогда мы просто можем взять экспоненту, одна экспонента, она разве не будет, то теми же самыми свойствами владеть. Какими? Определитель не один, но Абрасим. А, определитель не один, здесь определитель один, да. Ну, один, конечно. Да, вот. Но на самом деле там ситуация драматическим образом хуже. Но вот этот пример я вам уже не смогу привести. Значит, есть пример, пример Фату и Бибербаха, или кого там. Значит, сейчас я посмотрю тогда уж совсем точно. Значит... Что было с реактивным, не бывает? То есть, или как? Подождите, сейчас, значит, вот пример инъективного, но необратимого. Так, пример, да, Фату и Бибербаха, абсолютно правильно. Значит, пример Фату и Бибербаха, так, но это называется, берите любую книжку по теории функций нескольких комплексных переменных. Значит, там пример такой, что вот это Ф инъективно, Ф1, Ф2 целые функции. Так, значит, С квадрат минус Ф от С квадрат содержит открытое множество. Ну, не пустое. Понятно, да? Так, то есть, у вас значение просто какой-то будут диск избегать. Удивительно, да? Так, ну и так далее. То есть, как бы, вот любую, в любую ситуацию вы не посмотрите, вот что вы не измените в условии, это будет неверно, потому что, например, строится сразу. Так, то есть, это какой-то факт, именно относительно многочленов, в характеристике ноль. И вот в следующий раз, я думаю, что сегодня нужно заканчивать, значит, в следующий раз мы начнем с теории формального обращения, мы докажем теорему о неявной функции, алгебраическую версию, значит, которая стоит в следующем, что если выполнено вот это условие, что икобиан обратим, то тогда обратный существует. В какой стране? Человек. Двусторонний обратный существует. Сдается формальными степенными рядами. А. Сдается формальными степенными рядами. Так, и таким образом проблема состоит в том, чтобы доказать, единственный, откуда будет сразу вытекать, например, следующее, что не очевидно совершенно, абсолютно не очевидно, что если это отображение f обратимо слева, то оно двусторонне обратимо. Это абсолютно не очевидно. Так, мы построим, значит, мы докажем, что существует обратный в смысле теории формальных степенных рядов. Так, вот. И таким образом проблема состоит в том, чтобы выяснить, что эти формальные степенные ряды в действительности являются многочленами. То есть мы переходим, то есть мы прячемся в ноль, что ли, берем над нулем это... Ну, конечно, ну да. На самом деле, чтобы доказать обратимость преобразования, можно с ним поделать вначале любые обратимые замены переменных. Обратимые слева и справа. И поэтому мы можем считать, что это f переводит ноль в ноль. Так, и мы можем еще одной замены добиться того, чтобы Никобиан таки стал равным просто единице физически. Не обратимому элементу, а единице. Ну, это множество константов и равен... Вот, ну, двумя заменами переменных. А, и вы хотите везде, чтобы он был равен? Везде равен единице. Нет, везде равен единице. Так, значит, ну и все. То есть тем самым, чтобы преобразование начиналось так, что иксы-тое переходит в иксы-тое плюс члены старшей степени. Так, и в этом случае вот можно пользоваться теоремой неявной функции там и так далее. Вот, откуда будет вытекать масса простых следствий. То есть в следующий раз мы начнем выводить как бы простые свойства этих отображений. А вообще целью нашего курса будет в дальнейшем изучение вот самой этой группы, группы автоморфизмов R-алгебр, группы автоморфизмов кольца-многочленов. Вот это то, что называется афинной группой Кремона. Афинная группа Кремона. Так, и вот мы увидим аналогию, то, о чем я сегодня не сказал совершенно, но вот мы постараемся понять вот следующую аналогию. Так, что, значит, ну вот я говорю последнюю фразу, и на этом мы сегодня заканчиваем, потому что я чувствую, что я и так тех, кто пришел первый раз, мог испугать. Правда, да? Я надеюсь, что я этого не сделал. Вот, значит, мы будем смотреть на аналогию вот между R- и R- и R- и R- как R- модуль. Кстати, вот пока мы это... R-X-1-X-N, да, как R- алгебра. Пока вот то, что вы просыпися в дневные ряды докажете, это пока мы еще не увидим специфику того, что это... Многочлены именно, потому что... Того, что многочлены не увидим, да, мы увидим специфику... Мы увидим специфику характеристики 0. Мы не специфику, характеристики 0 весьма существенно. Так, значит, группа автоморфизмов этого дела, это ЖЛНР, это группа автоморфизмов R- модулей R-N. Это то, что я рассказывал на прошлой лекции на первом курсе, во втором семестре. Вот, а здесь мы будем смотреть на группу G-A-N-R. Вот то, что я только что написал, группа автоморфизмов R- алгебра. Вот здесь R- модуля, а здесь R- алгебра. R от X1-XN. Вот, и вот на самом деле мы будем отслеживать аналогию этого с тем ровно, чем мы занимаемся. На самом деле. С группой ЖЛНР от X1-XN. Так, то есть вот между этими группами есть огромный параллелизм, который мы постараемся отследить, так, и понять структуру вот этой вот группы, хотя в каких-то аспектах. С этим связана уже масса абсолютно реальных, трудных, но не настолько трудных, а все-таки постижимых разумом вопросов. И это, например, то, чем занимается как раз Александр Юрьевич. И там масса очень интересных, открытых вопросов, например, чем эта группа порождается. Так вот. Конечно верно. И мы увидим там какие-то очевидные образующие, которые порождают, вот элементарные образующие, которые порождают что-то аналогичное тому, что здесь называется ЖЕ. Здесь я не знаю, как это называется. Здесь называется Тейм. Так, но я буду писать ЕГА, если вас не будет смущать. Элементарные ЖЕ. А? Ну да. Ну так что. Ну ладно, я не знаю, как, так сказать, те, кто сюда пришли первый раз, были очень испуганы или нет. Я старался быть понятным, я никаких умных слов не говорю. А дальше будет, это было введение. Нет, подождите. А дальше пройдет следующее, что на второй раз, значит, за следующего раза я буду рассказывать уже, как бы, с самого начала. Я забуду про все эти мотивировки, а скажу, что вот мы смотрим на кольцо многочленов и буду что-то про него доказывать. Про вот эти наборы многочленов. И дальше уже постараюсь, по крайней мере, вначале доказывать все. Потом к концу, конечно, я перестану это делать, но вначале постараюсь объяснять все, там, первые несколько лекций.